всем привет с вами надежда черная и сегодня у нас сага о драконе рагнарёк и у нас уже вторая серия я надеюсь вам понравилась первая серия так что не будем тянуть поехали ты уже знаешь как меня зовут серия 2 сага о риске я проиграла бой который сулил и возможность стать берсерком пораженная она должна с позором уйти она вообще отрубилась если помните сага о риске я проиграла ошибающая с ног волна стыда захлестнула девушку это казалось сном столько поставить на кон так громко заявить о готовности рьяно рваться в бой дать обещание родителям себе и проиграть снова этого бы не случилось ради себя мужику оглушенное поражением ран поднялась земли но он заболел так что она с трудом могла дышать в глазах двоилась вот банк муро смотрел на победителя у того расширились зрачки участилась дыхание на лбу выступил испарина форин крепко пожал в чужую руку добро пожаловать берсерком ульвар сын орма пусть великий моде помогает тебе не желаю показывать слабость ульвара закинул топор на плечо рано на руке война кровоточила он пытался меня травить нож смазан ядом не смертельно к тому же это борьба давайте и я могу драться не только кулаками дияр говорит правду этого мы не предусмотрели раньше новобранцев хватало ума только разбивать друг другу лица потому что яд недостойное мужчины оружие ульвара как и одман не сводил с растерянной девушки взгляд не хватило смелости драться как мужчина нытье при великого сына канунга испортила впечатление отбоя хлюпик вон как опозорился и не скулит опозорился слово обожгло хлыстом ульвара насколько мог с высока оглядел девушку наслаждаясь сладкой победой его путь только начинался и и закончился здесь и сейчас битва получилась забавная пора сворачиваться и ужинать даже если в правилах яд не запрещен это не умаляет попытки ульвар говорил тяжело хрипло дыша я требую чтобы вы наказали упадет что ли он придет в бешенстве если узнает что его младшего сына отравили а виновнику все спустили с рук форинг не жила с этим разбираться вины диара не было как и не существовало ограничений на оружие груди загорелся огонь гнусного злорадства форинг сделал сделав над собой усилия потушил его и повернулся девушки наверняка тебя предупредили чем можно вывести отраву не кликай беду скажи сразу хель подловил не будет ли себе дороже если смолчу я не знаю так если не сказать могут начистить лицо давайте может подскажем рассказать излечивающие травы отвар из корня шалфея и и листьев череды снимет отравление сын канунга обжег ее злым взглядом с чего бы мне верить бесчестному бойцу нытик мне пытался топором голову проломить а сам корчит из себя страдальца хочешь до конца жизни калеченым остаться можешь не верить молодые воины сжал кулаки айда хлебик смышлен так еще и в ядах разбирается это уж вряд ли с трудом познаний хватает чтобы вам пыль в глаза пустить надо было сначала потребовать выплату канунг много монет дал тогда бы противоядие и сказала ага а потом меня бы скрутили и убили за такое или просто я же говорю начистили лицо чтоб сказал он он подобрал отравленный нож с интересом осмотрел и аккуратно завернул ткань адамина проверит не врет ли он ульфар запомнил что вы подсказали противоядие отбор завершён проигравшие могут уходить форнк напоследок оглядел девушку что нет нет не это неужели все так закончится вот так я ведь хотела купить огни топорик и чтобы родители ни в чем не нуждались почему ну почему каждый раз я проигрываю мужчины переговариваясь направились деревню не сдержавшись ран закричала подождите берсерки и ульфар обернулись не занимай наше время правило для всех одни или выигрываешь или нет . так она уже забрали же вы не можете просто взять и уйти сын канунга через силу ухмыльнулся а что ярлу вроде тебя нужды особые проводы ты нас позабавил хлюпик но и берсерков ловить тебе нечего лучше единого с конечник выбирать на хлебники здесь не нужны да и трупы ваши складывать никуда а сжигать времени нет мужчины рассмеялись проходящий мимо берсерк толкнул ее в плечо гаркнув проваливай слова которые ран уже не могла слышать она ощутила себя неудачницей снова дрожь окатила с головы до ног раньше девушка просто сбегала оттуда где причиняли боль но не теперь будут и извиваться глумиться плевать так больше не может продолжаться я поклялась родным диару себе больше не стану бегать как в ряду ран пошла за отманом шам на руке зудил сегуль непонимающе нахмурился слышь ты чего тащишься за нами сказано же проваливай не уйду она умела отступать когда иного выхода не оставалось вот только в этот раз на кону стояло слишком многое жизнь огня под угрозой сейчас я не имею права сдаться не было выбора не было возможности просто взять и уйти даже не попытавшись что-нибудь изменить вот манта смехнулся понимаем ее нет себя переоценивает он либо из тех кто не способен смелиться с поражением либо в глубоком отчаянии не счесть сколько таких приходило к берсеркам все заканчивали одинаково поражением недостаточно просто желание чтобы стать одним из нас истинному берсерку нужна огромная сила воли духа и чести можешь пойти служить викингам они обходятся крепкими кулаками но было в диаре что-то цепляющее одмонд не мог понять что упорство смелость находчивость или это хорошо знакомый твердый взгляд я сказал не уйду ишь какое все уходили а он виделите не уйдет ты пришел не подготовившись уповал на я ты и духов хранителей ран знала форинг прав она понадеялась на хитрость зря диар смог бы победить в частном бою именно он заслуживал зваться воином они какая-то воровка но я уже здесь вдруг мне предначертано исполнить то что не успел брат о довольна ты свою возможность упустил иметь честь будь мужчиной девушка мгновенно напряглась и прорычала низким грубым голосом одманду в лицо у меня есть честь я лишь прошу о втором шансе чтобы это доказать или сдаться убежать поджав хвост значит быть мужчиной для вас какой же приставучий форинг не снести ему башку ульвар пошатываясь и с трудом шевел языком вмешался давно пора он не только подлый но и слишком языкастый сердце кольнуло испугом пустые разговоры знаешь сколько за свою жизнь я встречал таких как ты сотни рану прямо схватил от вернувшегося вот манда за локоть но вы же видели я умею сражаться и пользуюсь головой или боитесь проиграть молодому бойцу она была готова на убеждение хитрость что угодно только бы стать берсерком любой ценой с тобой бесполезно вести разговоры упрямый все не этот хлюпик надоел раз не понимаешь словами придется объяснить силой берсерк неожиданно замахнулся чтобы осадить наглого юнца ран тут же выставила левую руку показался шрам что форинг резко перехватил запястье товарища меченый мальчишка ран отшатнулась припадая на раненую ногу воцарилось странное молчание сигвальд недоуменно взирал на друга что такое говорить ульвару становилось все сложнее но он упорно продолжал гнуть свое может вы каждого проигравшего будете провожать с почестями к герою ран проигнорировала колки слова хотя и сама не понимала заминки что все неужели конец но она уже заметил в глазах форинга промелькнувшую неуверенность зацепилась за нее позвольте сразиться еще раз надеюсь я не обрекаю себя на погибель да это дурачина смерти ищет убей его брат мой и дело с концом пусть валхали или распевает она уже пора есть вот мант однако теперь не выглядел столь непоколебимым взгляд мужчины осталось соприкован к рубцу шрамы считались достоинством воина каждый будет тот викинг или берсерк с честью носил полученные в бою отметины кто-то добровольно вырезал или выжигал на коже рунические ставы чтобы всегда быть под защитой от лихого топора злых духов или болезни но этот став казался другим отман так и не смог до конца разобрать его значения как же похож на рисунок волера неужели нет спокойно не стоит бежать впереди дракона мало ли где малец подглядел узоры отман тоже отчаялся найти меченого мальчишку но этот странный шрам память может подводить меня нужно быстрее найти записи свериться лицо форинга омрачила крайне задумчивость мужчина подошел ближе и взял из-за запястья осматриваясь узоры почему так разглядывает мой жирам отдернуть руку позволить рассмотреть давайте одернем ран попробовала выделить запястье но от банк не позволил стой спокойно как будто что-то выяснив отступил сигвальд поговорим все остальные возвращайтесь деревню здесь не на что глазеть что все это значит это значит что нужно закрыть рот и выполнить веленная глаза молодого воина налились кровью ножа в кулаки ульвар раздраженных мыкнул отвернулся и не твердой походкой отправился в деревню сил спорить у него больше не оставалось а вот и я начал брать свое припекло козлу бороду а что делать мне тут жди может быть духи хранителей и вправду о тебе заботиться вот он перевел взгляд на сигвальда между ними будто происходил молчаливый разговор хотели бы прогнать сразу уже отправили бы в освояси девушка глянула на запястье опустила рукав почему его так заинтересовал этот шрам она не понимала как уродливый рубец будучи причиной издевок мог дать ей шанс на лучшее девушка принялась теребить амулет на шее успокаиваясь берсерки и прошедший отбор счастливцы разбрелись только ран стояла на месте не в силу сделать вдох сиквальд внезапно очень серьезный и одманд отошли до слуха доносились лишь обрывки фраз брат мой уверен однажды ты уже ошибся выбрал не того мальчишку в этот раз я все тщательно проверю найду записи и что сделаешь если окажешься прав тот юнец погиб напрасно хочешь снова я дал клятву урана распознала в голосе фуринга злость сигвальд ненадолго замолчал это было его цель не твоя не обнадеживаются одманд о чем они бормочут я не ослышалась про смерть говорили а если меня собираются прихлопнуть нужно конечно подслушаем девушка слилась толпой затем и юркнула за небольшую пристройку прошло много лет конечно я могу ошибаться сигвальд сам знаешь я уважаю твое мнение но тут раздался громкий смех и из-за чего ран не разобрала числов тролли достигните вы дала ключ к драконьему острову и защитила 3 деревню от магии мужчины перешли на шепот брат я понимаю диар наполнил тебе айварса нет это здесь вообще ни при чем типа про его сына сигвальд устал вздохнул что ж а если ты прав годы поисков дали результат сбоку неожиданно раздался грубый голос чего ты тут встал девушка вздрогнула но тут же собралась но жду справить отошел нельзя места есть отхожие иди давай ничего другого не оставалось пришлось отойти да уж то без кружки или не разберешься вы услышали часть важного разговора мужчины вернулись хмурыми вот мант выглядел особенно нетерпеливым в раз надежды ожидала решение рубец на руке откуда раз мой шрам ему так интересен могу использовать это мази говорила с детства обожгли вот он еще сильнее задачался будто что-то не сходилось кто тебя сюда послал твоя семья мать сегольд положил ладонь другу на плечо брат позже сначала проверим что они хотят проверить форинг хмур взглянул на друга понимая не время так вы возьмете меня на службу прыть умерь как далеко отсюда живешь примерно два дня пешего пути пускать мальчишку в деревню рискованно как бы не увидел чего лишнего оставлять ждать на морозе отман понимал не его проблемы пусть хоть насмерть замерзнет но так похож сердце воина болезненно сжалось вечереет на ночь останешься до утра решусь что с тобой делать путь борца я бы так просто и не сдался ах любит кто у нас мужик находчивый вот что там есть жаль до смерти что ли ну нам нужны такие вы меня просто плохо знаете я вам еще понравились сегольд улыбался и это казалось хорошим знаком надежда затеплилась внутри пусть адамина раны перевяжет чтобы раньше времени помер даже вальхаллу не попадет перевяжет надеюсь не придется раздеваться даже несмотря на усталость на осторожность шепнула берсерки люди способны жестоко наказать если она не сумеет сохранить свою тайну и теперь каждый миг нужно оставаться на чеку вот куда меня за драконьи яйца занесли спасибо отман хмуро отмахнулся от благодарности и пошел в деревню сегольд иран последовали за ним надо поворот ран представляла деревню вымощенную костями врагов и окруженную пиками с черепами она выглядела вполне приветливо почти как селение откуда ее семья бежала несколько лет назад мне даже кур есть вот пастащить одну мать бы сварила суп девушка мгновенно осеклась больше что она могла сделать для семьи разузнать о драконьих яйцах а не истощить птицу на похлебку с пустыми руками я там и точно не вернусь ран шла рядом сегольдом и крутила головой разглядывая поселение опухший нос трудом дышал и и все равно уловил запах сена металла и свежих лепешек желудок громко заурчал надеюсь никто не слышал кажется я слышу дракона где в твоем жопате берсерк расхохотался ну так зачем пришел женушка отправила или семья от лишнего рта и избавить решил ну сам служить захотел родным помогаем давайте скажем правду да про родных родным помогаю вот оно как вокруг снова ли женщины с корзинками овощей берсерки прикрикивались и громко смеялись вдалеке слышалось ржание фыргане лошадей было чудно видеть как мужчина убивавший их тонь и выполнявшие тяжелые задания канунга просто пили еле смеялись разводили скот сильные отважные воины они оказались просто людьми странно что странно у нас деревне да брось ты еще не видел как мы головы врагов от скуки пинаем сигальд надо сосредоточиться на важном узнать где драконе яйца и раздобыть бы чего съестного припасы давно закончились одман так резко остановился что ран едва не врезалась широкую спину дальше тебе нельзя адамина он накликнул девушку стоявшую с молодым берсерком около небольшого домика наша травница подлатает даже самого плохого бойца который одной ногой вальхаля и готовит вкус сиквальдс мог на полусловие адамина подошла ближе от нее исходил приятный запах трав дерева и терпкой мази ран не поверила своим глазам заметив круглый живот беременна у берсерков здесь среди опасностей и грубых мужчин она прикусила губу хотя чему я удивляюсь не позавидуешь только когда травница смущенно прикрылась ладонями франца запоздала отвела взгляд здравствуйте форинг звонки голос мягчил смягчился сейгвальд это дьяр сын буря перевяжи его раны и накорми мой разорвавшийся живот наверное и в разгарните слышно было а еще адамина он протянул травницы сверток нож отравлен сына канунга ранили им дьяр сказал что отвар из корня шалфея и листьев череды поможет проверь не лжет ли не лгу какой мне прок канунга вас сынка калечить будто проблем жизни мало мы подсказали противоядие ульвар скоро поправится как скажете форинг пойдем гир благодарю фрэкин то есть фуэ как к вам обращаться фру обращение к замужней женщине фрэки незамужней фрэкин пока что фрэкин равница поспешил обратно к дому на пороге которого ее поджидал молодой берсерк он он придержал девушку за локоть никуда не суйся жди пока я за тобой приду понял сижу на месте жду приказу конце концов я убер серков никто пока не догадался кто и такая неплохой же начала а как же про яйца узнать ран подошла к дому адамины и тут же поймала взгляд берсерка с которым разговаривала травница а лисия глаза медленно заскользили по ней рассматривая изучая испытывая девушка никогда не видели не видела подобных им глубоких и завораживающих воин мельком посмотрел на ее амулеты и улыбнулся какой интересный отбор сегодня он одной рукой держа корзинку вытянул вторую для рук рукопожатия рано ответил на пресс давайте да девушка пожалуй горячую ладонь своей ледяной на удивление то оказалось мягкой будь здрав я флок сын рига около недели назад прошел отбор а тоже новичок считаете новобране сжал ее руку чуть крепче янтарно-зеленые глаза прожигали девушку изнутри будь здрав я диар знаю и твой многообещающий бой видел флок взглянул на ее побитое лицо раненую ногу гадка тебе на испытание это пришлось а мало того что с сыном канунга поставили так еще и тумаками наградили светлейший сын канунга тоже хлебнул лихо флок довольно ухмыльнулся ты говорят нож ядом смазал смекалку тебя прям таки изысканная и речи медовы и разодет не хуже кюны очередной богатенький сынок какого-то ярла юно жена канунга быстро же тут расходятся слухи прямо как на базаре что ж рад познакомиться с таким опасного браться девушка поняла что они все еще держатся за руки и быстро отстранилась лог заинтригован встречи с вами флок я что тебе сказала справлюсь сама немедленно отдай корзину лучше бы ко второму испытанию готовился складывать белье женская работа испытание опять меня нос так в жизни не заживет устав от пререканий флок занес корзинку в дом и а вернулся уже со стопкой влажного белья ах ну что ты будешь делать натаскаешься тяжести и йоту народишь да накажет фрик твой длинный язык флок вдруг искренне рассмеялся пожалей милейшую интересно берсерки семьями живут между флоком и адаминой кажется теплое отношение хотя он только недавно прибыл ладно спасибо придешь завтра на ужин испеку лепешек я бы тоже прямо сейчас лепешкой угостилась знаешь же не могу тебе отказать молодой берсерк кинул на девушку задумчивый взгляд и ушел рано облегченно выдохнула каждый миг теперь был полон волнения вдруг кто-то разглядит обман нужно узнать его домина об этом месте так 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 что тут кто этот парень флок далеко драконов держит как здесь живут женщины берсерком можно заводить жен давайте наверно по порядку да то есть кто этот парень флок он тоже здесь недавно на неделю раньше тебя прибыл поговаривают флок лучше своем отборе хотя по нему не скажешь правда даже так сколько их тут лучших собралось аж плюнуть в сторону боюсь вдруг попаду тем не менее он славный мы кажется сдружились флок один из немногих кто готов меня слушать и всегда помогает ага так и поверила в благородных мужей ну прям не берсерка мечта и белье развесить поможет и драга убьет будет тебе дьяр приятно ведь встретить среди берсерков столь воспитанного юношу что ожидать от такой девчонки верит в глупости всякие добрый мир и хороших мужиков а далеко драконов держит ну давайте вдруг на деревню нападут мало ли такие существа напрямую яйцах спрашивать не стоит может донести отману таких случаев не припоминаю но берсерки всегда нас защищать защитят а ты боишься да нет просто интересно посмотреть на них хочу посмотришь когда придет время осторожничает как здесь живут женщины не опасно ли адамина замялась жало пальцами корзину видимо все же не сладко дьяр наговаривать на тех кто дарует нам кровь и защиту было бы бесчестно но некоторые вещи плохие вещи случаются например воцарилась тишина понятно терпят грязные выходки взамен на теплую постель еду и жалкие медики мели их осуждать не все мужи плохи как и не все женщины праведны берсеркам можно заводить жен нет у берсерков не бывает семей они живут чтобы служить канунгу иной цели для них не существует ну у обычных берсерков а у тех кто дослужился до верхов конечно все иначе а ты ты ведь ждешь ребенка ты чья-то женщина лицу травница побледнела я я она прикусила губу отвела взгляд в сторону ель чушь парю девчонка и так наверное натерпелась я не хотел ничего страшного это прежде всего мою дитя давай отложим разговор я в развешу белье и обработаю твои раны и яр да конечно может быть помочь ты все-таки это ну она ладонью изобразила круглый живот а домино стал вздохнула не стоит настоять давайте до настоять ран упрямо хмыкнула и молча принялась развешивать белье кажется одман неплохо относится к травнице нужно понравиться ей вдруг словечко замолвит ну и помочь беременной благое дело адамина с болью сердце наблюдала как на веревке появлялись скомканные простыни диар ну зачем же я бы справилась нет ты не обязана заниматься этим одна неблагодарная работа вернее обязан я просто хочу помочь тебе что понравуем прислуживать некоторым женщинам доставляет удовольствие забота мужчинах наши героини в шоке просто да ну бредятина никогда не поверю будто кто-то по собственной воле хочет прислуживать мужика уж лучше а вальхала чем такая жизнь но спасибо за помощь домино вздохнула глаза мозолил край просто не едва касающийся земли позже домино отблагодарит вас за помощь интересно а запаха чистого белья клонила в сон аромат лепешек дразнил пустой желудок вспомнился родной дом и так тоскливо стало на душе твои раны нужно перевязать а тебя самого накормить идем внутрь познакомлю кой с кем ран с улыбкой кивнула ее наконец-то покормит адамина приятная но все равно надо быть аккуратнее девушка повела плечами проверяет туго ли сидит тряпки на груди если жизнь чему-то и научила так это никогда не расслабляться она ни о чем не догадалась и просто лавкач мастеровки маскировки желудок но и жалобно заурчал неплохо бы отужинать а потом уж подумал где драконь и яйца искать рассказали сидеть на месте а мы там за драконь и яйцами когда они вошли внутрь нос ударил запах трав терпким мази и дерево совсем как дом на миг показалось будто она вот-вот увидит сгорбившегося над отварами отца пекущую хлеб мать играющего очага как же они там на сердце становилось спокойно лишь от мысли что семьи были деньги вы переживаете родных но знаете что не оставили их без монет за столом старательно разминает тьмян сидел мальчишка лет одиннадцати завидев травницу он скачет адамина наконец-то ты пришла я почти закончил ой а кто это мальчишка с любопытством уставился на гостя у нее еще один ребенок отчего тогда по имени зовет да и не похож какой-то молодец манэ познакомься с диаром сыном бори будь здрав манэ сын одман да так вот о чем говорил адамина конечно форек может завести семью да и ульвар упоминал его сына думала он старше здрав ран повернулась к травнице а где канунгов сынок не знаешь у моей наставницы разберусь с тобой и сразу туда кто бы сомневался видите обязательно привлечь как можно больше внимания к своей царапинке умно нас форинг по разным травницам отправил ульвар бы наверняка прицепился а я да чтобы отбиться у меня не оставалось еще и нос чуть не сломал по делом козлу дьяра ты тоже станешь берсерком как мой папа если один будет ко мне милостив адамина мягко поправила ее моде берсерки молятся богу воинской ярости точно он не раз к нему взывал вот уж не думал что детям можно здесь жить а и мы нельзя что ж не стой на пороге маны милый принеси на ской на стройку и зверобоя мальчик повиновался живет с тобой получается одман твой ах нет большую часть времени мы с маней и вправду проводим вместе но я просто просматриваю за ним к сожалению форингу некогда заниматься воспитанием сына интересно где мать мальчишки давайте спросим а где его мама женщина одманда я не застала ее поговаривают на на уже давно хельхемия ясно у форинга такая непростая жизнь адамина приложила пальцы губам я слишком много болтаю не гоже узнали что одман одинок к счастью травнице из осенней комнаты вернулся манэ с настойкой желаю что-нибудь выпить яр она нравится мне все больше и больше ран удивленно заметила как рядом с адамина настороженность невольно отступила пришлось выдавить голос пониже ага может браги путь был долгий горло саднит вот бы напиться и завалиться спать и мне а ты получишь по губам девушка пригрозила расшалившемуся мальчику пальцем браги здесь не сыщешь берсерки очень чутко следят за здоровьем пьют редко и только в самые важные праздники ран едва не закатила глаза она так устала что остаться без выпивки казалось сородней наказанию почему из-за грибной настойки если форинг рассудит что-то достоин знать расскажет я тоже буду пить настойку и убивать кто не как папа правда домино конечно станешь самым сильным берсерком травница ласково погладил мальчишку со светлым по светлым вихром ран с печалью вспомнила когда надеюсь он не грустит без меня и не суется в лес что ж могу предложить вкусный можжевеловый чай обработаем раны и я тебя накормлю ран расстроенная села на покрытый теплой шерстью сундук домике было до того уютно что напряжение начало отступать когда там уже кормить будут и раны сонят а про нос даже вспоминать больно придерживая живот домино заварила чай монет уже оказался рядом и принялся подавать травы и как здоровые мужики спокойно принимают помощь беременной да она же ходит с трудом может я сам сделаю все в порядке диар это моя работа иначе ты ее заберешь что же тогда буду делать и то верно все-таки приятно иногда без не лечить пока другие работают травница как птичка мелодичная звонка рассмеялась пока заваривался чай девушка с интересом рассматривала склянки котелки сухоцветы домишко домино напоминал пристанище вел вел вы ведьма прорицательница ран взглянула на мане который незаметно подошел сбоку и теперь настойчиво рассматривал ее будешь долю долго пялиться на лбу рога вырастут ты это сейчас придумал честно говорю а как по-твоему эктюр эктюрник свой отрастил без просу пялился на всех подрать эктюрник мифический олень скандинавской мифологии настоящий на крыше понятно мальчишка задумчиво почесал голову поглядел на травницу которая тут же кивнула мол правда знаешь ты самый красивый берсерк из всех что встречал после флока это похвала ага если причесать и намазать краской сойдешь за афрекин от спокойствия не осталось и следа вран кинул он остороженный взгляд на адамину благо то даже не обратила внимание а ты почему такой приставучий малявкой я не малявка я воин на миг и стала совестно меня сама весь день шныляли до называли хлюпиком а я теперь мальца задираю то что тебе лучше со мной дружить мне не нужны друзья врешь они всем нужны вот родиться у адамин и малыш и мы с ним будем играть а ты станешь моим напарником будем вместе убивать драугров и троллей какой же он болту ты не такой сильный тебе напарник точно нужен чего да я знаешь какой сильный давай будем дружить знакома пару минут он уже дружить хочет тяжело ему тут без других детей ладно наблюдавшая за ними адамина незаметно улыбнулась мане весь засиял обещаешь ну наверное адамина будешь нашей свидетельницы почту за честь клятвы нельзя нарушать давай кланяемся мальчишка протянул теплую ладонь клянемся ну и что это бы значило обещание азиар взрослый очень часто обещает но не выполняют вот как папа хотел сводить меня на речку ловить рыбу но постоянно занят поэтому пообещай что мы будем дружить нет принеси клятву перед свидетельницей ран вздохнула понимая мальчишка так просто не отцепиться и обхватила маленькую ладошку и я диарсон борь и присутствие свидетельница адамины даю клятву мане сыну отманда что будут дружить с ним отныне до смерти зря разбрасываюсь обещаниями нет никакой уверенности что я останусь хотя вдруг манеза меня словечко замолвит перед отцом хорошо бы и даже после смерти встретимся в альхалию ну ты загнул конечно точно зря я мане сын он манта принимает твою клятву мы будем прямо как папа и сигаль туда старыми и ворчаливыми монахи хикну посмотрим если доставать меня не будешь теперь ты отстанешь да славный малый санна бы наверняка подружился как же я скучаю по нему дружба очень важна для мане он вам благодарен милый я видела у крыльца снова ворона собрались прогонишь да ни одна ворона от меня не улетит на набра обрадованы столь важным и взрослым поручением без пререканию выбежал на улицу адамина с трудом присела на одно колено и протянула руки к ее верхней одежде девушка тоже дернулась точно нужно остаться на чеку нет тело не трогай только лицо почему я умею аккуратно потому что я так сказала женщина делай свою работу фу становлюсь не лучше мужиков твоя фру против чтобы чужая женщина прикасалась к тебе моя фру я вообще-то хороший повод впредь вообще-то хороший повод впредь не раздеваться перед ней может поддержать эту легенду я даже не знаю а а потом это знаете какой-нибудь слух будет и на ветку повлияет кого-нибудь нет лучше не надо просто делай свою работу равница не обиделась видимо привыкла лучше принялась обрабатывать ее лицо ох бедный твой нос еще чуть-чуть и точно бы сломали ну как же опасные ибо и ага видимо меня сильные духи предков раз так везет травница даже не заметила ироничный тон а я ведь даже обратиться к ней не смогу в серьезном ранении как хорошо что лекарь адамина и нездоровенный мужик то она наверняка застряла раздеться ран напряженно следила за чужим взглядом вдруг глазах напротив промелькнет осознание что перед ними женщина мальчик прав у тебя и правда очень красивое лицо шок неужели теперь каждый день будет полон таких опасений нужно ее отвлечь но травница заговорила сама спасибо что не оттолкнул манэ о чем ты говоришь сам понимаешь детям не место среди берсерков манэ исключение они правила ему одиноко хотя я дружу с ним и учу всему что знаю сама этого недостаточно воспитание мальчика забота от мана форинг человек крайне занятой да и отношения у них непростые ну и ям она понимаю у меня с родителями тоже не очень вот как складно значит вы можете стать друзьями манэ дорога до меня она еще отблагодарит вас за доброту адамина протянула рану и иной сломался ну вот и все я дам тебе немного лекарств если на перевязку не сможешь приходить теперь можно и чай выпить убрав принадлежности адамина подала еду и можжевеловый чай это что такое варенье помимо наваристого бульона с овощами и кусочками баранины в длинной чашке лежал ломать хлеба с черничным вареньем мы с манэ закрутили по осени вкусное попробуй желудок жалобно взвыл волка морот наполнился слюной ты помог мне а я помогу тебе вкусный ужин ран голодным зверем накинулась на ужин даже не досушившись помыть руки еду в рот запихивала быстро точно боялась вот-вот от них ну зачем же так так спешишь драконы за тобой что ли гонятся ешь спокойнее ран жадно слезала варенье не заботясь о внешнем виде липкие капельки застыли на чеках вкусно дохи любы драла мою душу во всю прийти я ничего вкуснее не ел травница рассмеялась и вытерла уголком фартука и щеки заботливо по матерински ран неловко дернулась адами неприятного заботиться о вас вкусный ужин вот и славно простить яр я должна помочь сделать отвар для сына канунга ты ведь посетишь здесь один пока не придет форинг да да ступай девушка отвела взгляд как ну не слыхала как он как и всякий мужчина бунтовал и уверял что с ним все в порядке едва уложили в постель не тревожься о нем да плевать мне на этого барана с высоты асгарда с ядом просто все же гадко вышло ну ничего мы его мигом на ноги поставим ясно спасибо за ужин улыбнувшийся адамина взял корзинку с травами завернутый в скань нож и вышла на улицу оставалось ждать пока решат ее судьбу прошла минута и еще 10 час спустя ран не выносила когда обстоятельства зависели от других понимала сама виновата что оказалась такой ситуации теперь она не могла просто сидеть и сетовать на жизнь по крайней мере я не замужем и не в доме у тех нужно действовать раз сама эту кашу заварила ран от волнения сгрызла ногти прислушиваясь к приглушенному реву за окном она была почти уверена это дракон интерес огоньком мерцал в груди близко но так далеко сидеть без дела уже не хватало сил мрачные мысли окружили разум назойливыми воронами чего и жду чудо которое упадет мне на голову вдруг карсон уже собирается наведаться к родителям давайте первое да а я тут штаны просиживаю ну да типа это получается третий или четвертый день как она ушла из дома ран придерживаясь за ногу поднялась и выглянул в окно снаружи основали берсерки и новобранцы рев все не стиха ладонь невольно нырнула в карман нащупала теплую монетку огня и медленно вытащила кругляш на свет даже если возьмут служить вдруг я не справлюсь эти мужики крепче и уже доказали силу а что могу я воровать травить на всех яд не купишь дорого нет нужно красть яйца и бежать я не смогу их обманывать долго была уверенность была уверенность таяла на глазах словно утренний думан девушка осознала всю серьезность своего положения хель надаю обещание сгоряча и только потом думать начинаю эти мужики тут насмерть бьются мне еще пожить охота нет смысла полагаться на удачу полагаться можно только на себя ран сжала медяк в кулаке у голове до сих пор стояли слова брата украл украл для нее возможно сегодня ее выгонят отсюда и придется вернуться домой ни с чем не позволю чтобы агны пострадал мучительная мысль сжала сердце не после диара девушка зажмурилась гулка выдохнула собираясь остатками сил монетка агны вновь в кармане справлюсь все будет хорошо по крайней мере она обладала преимуществом умела ворвать давай трусиха ты делала это уже так много раз раны глубоко вздохнула и выдохнула успокаиваясь нужно было только узнать где хранятся яйца а потом я придумал как их украсть она убедилась что не адамин и не манэ рядом нет и вынырнула на улицу затерявшись среди потока мужчин засиживаться больше не было причин при храмовая она шла на драконе рев попеременно юркая то за ним за один дом тут за один дом то за другой если бы ее поймал одмонд или сиквальд об этом лучше даже не думать башку срубят и будут пинать для забавы но стремление узнать о драконьих яйцах оказалось сильнее страха девушка увидела высокий бревенчатый забор и ворота за которыми то и дело раздавалось речения вокруг снова ли берсерки поглощенные зрелищем мужчина не обратили на нее внимание они громко комментировали испытания стоя у главных ворот ран заприметила сиквальда который со скучающим видом отвечал на вопросы ульвара ну ладно сын канунга выглядел лучше еще оставался бледным но уже тверже стоял на ногах как будто хотел доказать всем такая мелочь не смогла бы сразить обученного бойца но он и бык упертый и извиняться не подумаю сам меня чуть вальхаллу не отправил сказано же тебе лежи да поправляйся не хватало чтобы помер здесь мне не нужна жалость здесь я не сын канунга я будущий берсерк сиквальд хмыкнул расскажите лучше как своего дракона оседлали не многие ведь выживают на последнем испытании мне нужно быть готовым что он сказал не многие выживают нет нужно скорее выкрасть яйцо вы бежать отсюда девушка отвернулась гулка выдохнула и припала к забору через щель она могла увидеть флока в перчатках оседающего на разъяренном драконе и ивара наблюдающего за ним с крайне озадачным видом он не подчиняется и не подчинится дракон не домашнее животное они терпят пренебрежительного отношения и ты должен это усвоить мы им не хозяева наездники напарники но не хозяева с драконом можно только наладить связь его нельзя наставить служить силой флок грубо дернул риме обмотанный вокруг шеи монстра дракон воспротивился сидеть мягче будешь зол почувствует выйдет из-под контроля тем более дракон не твой у него уже есть наездник сейчас ты должен научиться заскакивать седло и правильно управлять поводьями ивар бесстрашно вытянул руку в перчатки успокаивает варь то никак не унималась но почувь сильного берсерка припала к земле обнажив клыкастую пасть вот так молодец рота умная девочка дракониха послушно прилинула к человеческой ладони флок нахмурился рота она прекратила ститься к вару у меня на глазах и я же все вижу сердце мне разбиваешь бессовестно она его рота подняла голову заслышав голос своего наездника утробно проручала рано беру обмерла дракон же просто огромный даже прирученные могут не подчиняться так без паники только посмотрю есть ли там яйца никто на меня не смотрит отлично во время они это испытание решили провести убедившись в отсутствие лишних глаз девушка с трудом забралась на покрытый льдом камень и взялась пальцами за зазубренные бревна это арена не подходит ли из раз дракона агрессивные могут в порыве ярости и раздавить они в другом более укромном месте но в каком сердце испуганно забилось от очевидной мысли мать никогда так просто не даст свое дитя а что сделает дракон если на ее чадо посягнут тело окатили ледяные мурашки рота взрывела пытаясь скинуть себя нежеланного наездника флок выглядел сосредоточенным и хмуром то есть совладать с чудовищем взгляд девушки нервно бегал парень и она навалилась всем телом на забор вытянув шею сейчас упадешь что ли усталость брала свое руки дрожали от напряжения мышцы болели ран судорожно обдумывала план где же они могут быть наверняка есть специальные законы но где в горах или в лесу ведь в ювелине говорили что окаменелые яйца находят и вокруг деревни а если они живут на том острове под охраной берсерков вдруг и яйца там откладывают туда вообще можно добраться стоит дождаться ночи и разведать а вдруг выгонят до утра хель тебя дери у меня нет столько времени неожиданно замерзшее бревно хрустнула и обломилась ран успела лишь коротко вскрикнуть прежде чем рухнуть в утоптанный грязный снег на арии упа на мгновение замерли все какого скажите что мне это снится дракониха уставилась на девушку выбор по шкале позволит вам накопить уникальную силу связи которая повлияет на вашего дракона и укрепит узы между вами так продолжит смотреть в глаза поскочить давайте продолжим смотреть о правильный выбор ран стоя на четвереньках шокирована глядела на дракониху ее ноздри раздулись рачки сузились как у дикого зверя готового прыгнуть на жертву и из головы и улетучились все мысли о долге о сражении живых яйцах остались только эти глаза изумрудные мудры они смотрели друг на друга и весь мир ржался до них двоих не страха не боли ничего голова закружилась драконьих на рванула вперед полного ужаса крик лишь взбесил тварь ран скачила едва успела перелезть через забор челюсти класнули прямо за спиной девушка мешком упал на землю сердце колотилось отдавая толчками в каждую часть тела я этого хлюпика убью копья к бою берсерки переполошились против оружия но рота не обращая внимания на воинов побежал за нарушительницей лог едва удержался в седле такого испытания молодой вон и явно не ждал деревянные ворота распахнулись сначала показалось лапа воздевшие когтями в промерзую землю затем перекошенные злобы морда стоять я сказал стоять рота немедленно прекрати рота не слушалась она побежала прямиком на девушку распахнув клокастую пасть ран в ужасе подскочила и рванула прочь с трудом переставляя ноги испотыкаясь завопила позабыв об усталости уберите и ужас брулил внутри кипящей лавой она не знала куда бежать смерть следовало за ней по пятам я сейчас подохну не попав в альхалу и у этого монстра я хотел украсть яйца дура о чем я только думала двора дура дура оттолкнув подальше сына канунга сигульты закричал рота услышав заклинание тварь замешкалась но не остановилась что и вар рванул драконихе попутно давая команды драконоборцам цельтесь копиями по лапам но не раньте мужчина вел себя уверенно и бесстрашно давние привычки держа эмоции в узде рота остановись что дальше крики берсерков оглушали воины приготовились бою но рота быстро загнала девушку в угол и оскладилась с ужасом ран поняла ей некуда спрятаться девушка оцепенела схватившись пальцами за амулет задышала глубоко и громко чудовище смотрела и прямо в глаза дрожащими руками ран перешла на шепот редкие приведите меня в альхалу перед глазами промелькнула вся жизнь диарос сожаления долг агны родителя мгновение до смерти девушка зажмурилась между ней роты неожиданно появился и вар он бесстрашно толкнул драконью морду копьем с турмалиновым наконечником найти не поводья флок есть я уже в альхале тело сковал ужас она еще никогда не оказывалась столь близко к смерти новобранец выполнил приказ и берсерки медленно обступили разъяренное чудовище пытаясь загнать обратно с трудом девушка отрыла глаза и вары злой обернулся на миг мурое лицо смягчилась он мимолетным движением прикоснулся к ее подбородку и ту же отступил порядок не себя страха ран только и смогу выкинуть шепот мужчины был едва различимым из-за вопли воинов как знал что тебя будут они беды и то ли гневался то ли заботись предупредил держись дальше от драконов флок прочь седла драконе харчал отступая флок ловко спрыгнул позволяя вару перехватить по воде быстро и ловки как рысь мужчина казалось подчинил роту и вдруг она зарычала диар беги резкий удар девушка потерялась в пространстве ощутил на плечах чьи-то сильные руки пламя ударило в место где она только что стояла разлепив глаза увидела перед собой ульвара мы помогли ульвару он остался не остался в долгу что ты делаешь живешь пока спали до тла она плывущим взором ставилась на своего спасителя шрам плавил руку нестерпимой болью эй сын канунга похлопал ее по щеке ран проморгалась ульвар и сам двигался с трудом но все равно помог спас зачем ноги подкосились ульвар схватила ее и грубо встряхнул это еще сознание потеряя как девица он переместил руки на плечи не дав и упасть я тебя не просил слова вязко тянулись во рту от страха затошнила ульвар зашипел надо было оставить тебя дракону на корм раз трудом отстранилась от мужчины дрожа всем телом хотелось зарыдать хотелось домой хотелось согнуться пополам и вивры вывернуть желудок но она крепилась пыталась держать бравый вид рот обрыкалась и рычала выпуская когти берсерки угрожая копьями с трудом загнали ее в вольер лишь когда за дело взялся сигвальд дракониха утихла велика хель я жива знала что это опасно но чтобы настолько что здесь делает проигравший сигвальд ждет решение фаринга не твоего ума дела с и норма тот разозлился несмотря на отсутствие сил спали не моего нарушайте правила которые сами же и устанавливаете к чему тогда они прописаны если вы готовы подобрать и не умелого чинка опозорилась перед этим богатеньким сынком снова хелева дери во всю прыть ран ненавидела стыд не смей меня отчитывать сопляк положение твоего отца здесь ничего не значит затем сигвальд повернулся к вару что за безобразие у вас здесь происходит почему дракон сбилинился воин кинул взгляд в котором так и читалось он догадался зачем именно она сунулась на арену девушку испугалась что сейчас и вар обвинит во всем ее виски сдавила словно тисками но молодой берсерк многозначительно посмотрел на флока а чего-то тварь под управлением новобранца стала совсем дикой сигвальд рота ваш дракон у нее сложный характер с которым флок не смог совладать но она никогда себя так не вела что моде ради с ней случилось и какого тролля вообще хлюпик здесь делает в рота теперь не может терпеть не может когда ее отвлекают волнение страх и ужаса катили ледяной водой все происходило настолько стремительно что она не поспевала осознавать пока не ругались ран хотел улезнуть убежать со всех ног какая глупость надеется украсть яйца у таких страшных созданий ослепленной угрозами карстана она чувствовала что сходят с ума в погоне за деньгами воровство однажды погубит меня правда мне говорила хель зачем я только полезла к драконам чуть жизни не решилась по лезвию топора хожу внезапно озарила мысль если бы я стал служить берсерком но это тоже грозит смертью неужели для меня выхода совсем нет не успела девушка сделать и шаг как вырезалась крепкую спину а я кажется знаю кто виноват в поведении роты уже уходишь и диар сын бори ран аккуратно отступила мужчины обернулись к ним хель на вобрание сделал шаг вперед ран назад флог прожигал ее странным взглядом кто просил тебя лезть поглядывать за испытанием ты же вроде немало дитя не способны усмирить интерес воин прищурился и ядовитым голосом добавил и не глупая девица чтобы не понять как опасны драконы мужчина приблизился почти вплотную улыбнулся но что-то в этой улыбке напугала девушку а добродушного воина которого она встретила днем не осталось и следа провалил свои испытания решилась погоните моё я не хотел мешать так получилось флог схватил ее за запястье и притянул к себе будто собирался ударить перед глазами потемнело ран тряхнула головой пытаясь прийти в себя о чем ты только думал немедленно прекрати боец твоя вина что дракона не усмирил моя хотите сказать вмешательство диара тоже моя вина ты не слушал команды но берсерк посмотрел на девушку вины диара это не умаляет плевать я жива и это главное нужно бежать придумаю как зарабатывать иначе голоса становились все дальше девушка воспротивилась вставший перед глазами темноте попыталась вынырнуть из мрака но от усталости потрясения ноги задрожали а голова закружилась пальцы невольно жали виски не шлепнись в обморок дура вдруг разденут осмотрят все поймут шрам болел через вон в ушах послышался голос и вара диара ты как и что стоп тело вдруг обмякало и ран потерял сознание как это допустите я же сказала глаз не сводить почему слова звучали как из-под толщи воды голова раскалывалась на части моя вина следить за особенно за испытание ран чувствовала она сидела на чем-то теплым рядом в очаге трещал огонь ты сделал это плохо в голосе фаринга слышалось беспокойство страх девушка попробовал открыть глаза но ничего не получалось словно свинцовые веки не подчинялись повисло короткое молчание затем до нее донесся голос фаринга кажется уже в сознании чья-то прохладная ладонь мягко похлопала по щеке ран тихо простонала а если бы дракон сожрал чтобы вы тогда делали и вар я бы не позволил не позволил вот как впрочем моя вина не следовало оставлять без присмотра рядом кто-то присел ран жутко хотел уснуть но понимала нельзя приди же в себя вдруг кто-нибудь увидит лишнее или того хуже разденет чтобы обработать раны на теле лица коснулась резко пахнущая тряпка девушка дернулась не шевелись и варк ропотливо обработал ее ссадины какое-то внутреннее чутье говорила на него можно положиться ничем не выдал тайны хотя и имел возможность нет ни на кого нельзя полагаться придаст как только выпадет шанс но почему же он помогает мне не сопротивляться давайте да мужские руки двигались умело и мягко ран почувствовал как воин наклонился ниже вытирая грязь и лица сколько же от нее проблем варл провел смоченной травами тряпкой по острой скуле ниже губа он заботлив ран давно никому не позволяла прикасаться к себе так свободно она уловила запах чужого тела горькая стали и свежая мята тело расслабилась под неторопливыми движениями голова склонилась бок рядом с и варом тепле под тяжестью накинутый на плечи шкуры она чувствовала себя спокойно несмотря на хмурый вид он не пытался причинить зло скорее оберегал не понимаю почему что-то нужно от меня но что я могу ему дать он знал девушка уже очнулась просто наслаждалась минуты покоя вы позволяете вару заботиться о себе это повлияет на ваши отношения не предваряйся недовольная ран была вынуждена открыть глаза ты же с самого начала не спишь может быть голос высоко дрогнул она поспешила прочистить горло мог бы и не продолжать раз уж сам все понял ивар как и обычно ничего не ответил лишь тихо хмыкнул и стал отложив тряпку в сторону отрадно видеть тебя в добром здравии спасибо хотелось пить и но даже рот было стыдно открыть не то чтобы просить о воде форинг снова прочитал мысли одман весь натянута как струна молча плеснул деревянную чашку холодной воды ран жадно выхлебала все до последней капли мужчины молчали прожигание дыру девушка по привычке повела плечами и почувствовала что шнуровка на форме и тряпки крепко державший грудь ослабли волна ужаса катила с ног до головы ран резко скинула голову раз уж ты в сознании ответьте на вопрос почему о чем вы почему решила притворяться мужчиной думая что сможешь нас обмануть ой-ой просто в первый же момент и попались как вам главная героиня нравится как развивается сюжет момент с драконом просто жесть то что мы там свалились туда я думала мы как-то сможем наладить связи да все пойдет хорошо но такое ощущение что дракон наоборот на нас разозлился да мы как-то его привлекли раззадорили возможно нам нужно связь каким-то определенным драконом кто знает кто знает всем спасибо кто досмотрел до этого момента напоминаю что есть телеграм-канал в котором мы обсуждаем разные визуальные новеллы так что welcome не забывайте подписаться написать что-нибудь хорошее в комментариях ну а я говорю вам до скорых встреч до новых серий а а